Доброе утро, Джордж всегда настолько любезен, когда он представляет меня. Показывает мне этот замечательный город, и на самом деле это правда, у нас уже давняя дружба, которая началась много лет назад. И, как вы видите, мы были моложе, было меньше седых волос, и усы тоже еще не посидели. Наверное, сейчас мы немножко мудрее, и это позволяет быть счастливее, если правильно стараться. Все началось в связи с Международным обществом криохирургии, которое представляет собой организацию, которая объединяет с собой друзей со всего мира. И это началось много лет назад, и уже было много-много встреч. И, пожалуйста, заметьте встречу, которая была в 2009 году, и после китайской встречи в Китае, в Кьюкине, была встреча в Санкт-Петербурге. Затем была встреча в Триесте, и последняя была в Гонзу. Итак, основатели общества, друзья, только один из этих друзей еще жив. И это профессор Дик Ричард Аблин, который был изобретателем теста на PSA. И он его тест на PSA нашел в связи с семейной историей. Его отец был болен на раком предстоятельной железы, и он был вовлечен личным образом в эту ситуацию. Он очень хотел узнать, как может криотехнология помочь получить антигены, которые будут продвигать иммунный ответ. И именно поэтому Ричард Аблин смог разработать текст на PSA. И если мы будем углубляться в более глубоко в криотехнологии, необходимо понять, что все началось с современной хирургии, я имею в виду, с устройств, которые могли осуществлять криобляцию с помощью лжеткого азота. Они были из-за зрителей в США. Профессор Рабинский из университета Беркли. И здесь вы видите, мы были в Белгороде в тот момент, в выполнении хирургии с помощью этого огромного 300-килограммового устройства, которое могло заморозить до 200... давать температуру до минус 210. Затем технология продвинулась вперед к более простым устройствам. была система TJ, которая использовала жидкий аргон, сжиженный газ, который мог создать... создать... сжиженный газ в специальной камере, где это позволило достичь температуры минус 180. Затем Джоал Томпсон использовал аргон для заморозки и гелий для разогревания, потому что гелий, по-другому, продуцировал тепло, когда он расширялся в системе аппарата. И это система, которую я использую в данный момент. Это система NET-края-проба, которая рассчитана как раз-таки на криохирургии предстательной железы, она трансректальная, она с ультроуковым датчиком. Это хорошо, потому что можно устанавливать глубину стояния ледяного датчика за счет использования УЗИ датчика. Но я вам покажу примеры. Это позволило нам помочь лучше контролировать замораживание. Важно ли это? Да. Это очень важно. Но обязательно ли это? Нет, не обязательно. Я могу сказать, что есть различные способы использовать криогенные технологии. Но это тестем, который мы используем. Здесь показана типичная операция на предстательной железе. И здесь я показываю, как это делать некоторым ученикам. И видно, что трансректально мы контролируем образование льда, когда мы вводим криодатчики в предстательную железу через перенальную область. Вы криохирурги все, вы знаете это, но мне нравится это показывать. Здесь показано шесть криодатчиков. Но проблема с замораживанием криохирургии – это знать, что ты делаешь. И, к сожалению, если у вас нет правильных учителей, это может потребовать значительного времени. В целом мы знаем, что нам нужно проводить изморозку дважды при минус 40 градусах в большинстве органах. Только почка более термочувствительна, поэтому можно использовать только изотерм в минус 20, для того чтобы уничтожить рак почки. Нет необходимо достигать температуры минус 40 градусов двойной температуры измораживания. И важно обладать возможностью планировать хирургию и помещать криодатчики таким образом, чтобы покрыть правильно всю протяжение опухоли. И это действительно сложная задача во многих случаях, потому что в лаборатории все просто. Все знают, как это делать в лабораторных условиях. Но если вы работаете в грудной клетке, в брюшной полости, и необходимо поместить различные датчики, чтобы заморозить опухоль на все протяжении, это может быть очень сложной ситуацией. Потому что во многих случаях вы не сможете правильно поместить в датчики ваши иглы для того, чтобы получить минус 20 градусов или минус 40 градусов изотерм в минус 40, которые значительно глубже. Итак, идея состоит в том, что жидкий азот лучше, чем аргон. Но как избежать парового замка? Что это такое? Это означает, что когда жидкий азот вытекает через отверстие в конце датчика, он трансформируется в газ, и это останавливает поступление жидкого азота. И одна из этих возможностей использования некоторых систем, которые основаны на критическом мороженом азоте, означает, что он слишком холодный. Он позволяет поддержать связь между газовой фазой и жидкой фазой в датчике. Итак, я узнал, что был кто-то, кто уже это делал. Здесь, в Санкт-Петербурге, с многовой технологией. Эта технология изобретена и доведена до совершенства профессором Георгем Прохоровым. И он использует фантастическую технологию. Очень точные креодатчики для достижения температуры там, где нужно. Это очень простая в работе система. Тем не менее, давайте отступим на шаг назад. Где мы находимся сейчас? Существует несколько способов совершить абляцию опухоли. Мы можем использовать радиочастотные воздействия микроволны, криоабляцию и необратимую электропорацию. Что интересно, последние два метода, которые лучше, они оба изобретены Борисом Рубинским и за Беркли моим другом. Мы работали вместе в некоторых проектах. И, наконец, есть градиент эффективности и градиенты и простоты использования методов. Каждая система, которую вы видите здесь на этой картинке, обладает своими преимуществами и недостатками. Но когда вы сравниваете различные методы, если вы, как вы уже являетесь этими хирургами, это значит, что вы уже используете этот метод в определенных ситуациях. И мы знаем, что наиболее мощный из методов – это микроволны. Микроволны могут совершать абляцию с помощью пары иголок и совершить абляцию большой объема ткани. В то время как радиочастотный метод вечно считается более простым в обращении, но его сложнее контролировать. А необратимая электропорация фантастическая. Похоже, что она мало повреждает ткани. Но там очень сложные датчики. Там необходимо ориентироваться на пульс, необходимо использовать глубокую анестезию. И так существуют сложности в контроле, правильном контроле того, как электрическое поле распространяется в тканях. Итак, если мы сравним края и объем опухоли, на которую вы хотите воздействовать, то здесь вы увидите, что после 24 часов радиочастотная абляция в верхней части слайда, микроволны, криохирургия и необратимая электропорация, они по-разному добиваются идеального решения. И по этому слайду похоже, что необратимая электропорация лучше. После того, как мы проводим криоабляцию, микроволны или радиочастотную абляцию. Мы видим следующее. Это сложный момент. Как добиться контролируемой абляции и делать так, чтобы это было небольшой ценой? В большинстве случаев это очень сложная тема. Когда мы начинаем использовать технологию, она вряд ли будет стоить дешево. Но, наконец, в использовании DaVinci, которая стоит миллионы, и на каждую процедуру вы используете 8000 евро и по крайней мере 200000 евро каждый год просто для того, чтобы добиться идеального состояния. А через три года необходимо покупать новую модель. Это дешево? Нет, это не дешево. Но все хотят использовать этот аппарат. Основное преимущество криохирургии в том, что благодаря ультразвуковому сканированию МРТ, КТ, вы можете увидеть, что вы делаете. И это лучшая технология для мониторирования процедуры в ходе вмешательства. И также существуют проблемы, связанные с кирохирургией. Вы, на самом деле, не уничтожаете то, что вы видите. То, что вы уничтожаете, это внутренняя часть области, которую вы хотите добиться. А вы замораживаете эту область по краям. Поэтому для почки надо сместиться по крайней мере на полсантиметра от опухоли снаружи, чтобы уничтожить все, что находится внутри. Но другой способ это сделать для того, что вместо того, чтобы совершить одно замораживание с низкой температурой, можно использовать два, иногда три или даже четыре, для того, чтобы добиться большей демаркации краев, для того, чтобы они не стояли слишком далеко от замороженной области. И в некоторых случаях это приходится делать. И учитывая то, что мы говорим здесь о криогенной хирургии, можно сказать, что существует недостаток, который уравновешивает способность контролировать область воздействия при замораживании. Но по этой причине, для того, чтобы привозить недостаток, можно выполнить два или три замораживания. И в этом случае можно соблюдать баланс между преимуществами и недостатками. Я хочу дать вам пару примеров. Это мужчина 44-х лет, из Кореи, который приехал в наше больницу в Малаге. У него была альвелярная саркома. Ему уже проводились некоторые хирургические вмешательства для того, чтобы удалить эту примитивную опухоль. И на момент поступления у него было много метастазов легких в кости. Мы дали ему шесть последовательных сеансов креохирургии каждые два месяца. И здесь пока, например, одного из них. Он работал мне открискут назад. Не очень понимаю, что происходит. Извините. В любом случае. Ну ладно. Придется написать это, не показывая видео. Жаль. Это было очень интересное видео. Здесь вы увидели на КТ, видите, три креодатчика, которые помещены внутрь ткани легкого, правого легкого. И они практически доходят до средостения. И учитывая то, что мы использовали КТ в релизуальном времени, это позволяет получить все лучше контроль, больше облачения, но нам все равно это нравится. Мы смогли поместить одну иглу через кожный доступ в пространство, которое находится на дно, а стоит на один сантиметр от левочной артерии вены, для того, чтобы достичь правой части перикарда. Там был огромный очок поражения. И то, что я хотел вам показать в этом видео, которое не удалось показать, было то, что мы можем действительно помещать иглы в очень чувствительной области. И в то же время помещать больше иголок между большими сосудами, которые выходят из магистральных сосудов для того, чтобы правильно разрушить опухолевые очаги. И можно представить в этом случае, этому молодому человеку проводилось по крайней мере два сеанса хирургии в течение каждой процедуры. Каждые полтора-два месяца, шесть сеансов, мы выполнили 12 процедур крихирургии, для того, чтобы убрать как можно больше опухоли. Давайте посмотрим, как это работает. Да, похоже. Здесь показано рак поджелудочной железы. Мне нравится показать случай, потому что здесь очень хорошо видно, как датчик помещается. И здесь предыдущий случай делался под общей местной анестезией. Мы не говорим об общей анестезии. Здесь мы помещаем креодатчики в очаг прожелудочной железы. Здесь видите траекторию иглы. Видите, как хорошо они достигают нужной области. И это очень здорово показывать на конференциях. Мне очень нравится показывать случаи, где все получилось хорошо. Мы очень довольны тем, что у нас получилось. В реальности мы сталкиваемся с большим количеством проблем. На самом деле, когда мы этого пациента удалили креодатчики, у него было значительное кровотечение. Но если вы правильно организуете процедуру, здесь показаны иглы, которые помещены внутрь очага. Вот здесь вы видите кровотечение. Вот рактория креи-иглы. Вот прямая игла, которая достигает этой области. И здесь вы видите креечение из веточки сосуда и огромную гематома, которая образовалась сразу после хирургии. И нам пришлось обратиться к анги-хирургам на сосудистую станцию, для того чтобы выполнить символизацию. Мы подняли его на этаж выше. Мы выполнили ангиографию. Уже не было креотечения, так что мы ничего не делали. Это было замечательно. И мы хотели бы сказать следующее. Можно делать много вещей, но необходимо делать их правильно. Будьте аккуратны и соблюдайте все правила, потому что вам не нужны осложнения лабератомии. И я хочу закончить мою презентацию в следующем. Все знают, что есть невозможные вещи. Но приходит кто-то говорить, приходит кто-то, кто не знает. И он это делает. Ну и естественно, удача и хорошие друзья играют огромную роль. И здесь мои замечательные друзья. В левой верхней части ливанская команда. В нижней правой команда Малаги. Справа моя славянская команда. Теперь я работаю в Словении. Итак, крия хирургии используется много лет как не эксерпативная вещь для локального контроля рака. И мы знаем, что она мне нравится. Мы также знаем, что существует крия иммуностимуляция. Но проблема состоит в том, что действительно мертвые клетки после крия некроза выставляют высшее количество антигена. Есть значительная реакция на антигены. Но это не очень контролируемая реакция. Мы знаем, как крия хирургия работает. Мы знаем, что есть все эти феномены, которые происходят каждый раз. Я не буду здесь остановиться подробно, потому что вы профессора. Вы это знаете прекрасно. Но важно понимать, почему вы разрушаете клетку с помощью крия хирургии. Чем это отличается от любой другой мобиляции. В этом случае вы вызываете экспозицию интактных антигенов. Они не происходят из денатурации, как при работе с радиочастотной реабляцией или микроволнами. Вы не разрушаете белки, они интактны. И существует много исследований, которые демонстрируют, что есть крия иммунные ответы. И также показано, что существуют абскопальные эффекты. Но проблема состоит в том, как вы можете транслировать это на реальные условия. Проблема состоит в иммунотолерантности. Когда вы стимулируете иммунные ответы, как бы вы это ни делали, вы продуцируете иммунные ответы, которые активны и негативны. И для того, чтобы избежать супериммунного ответа... Есть ли у нас еще пару минут? Да, спасибо. Для того, чтобы стимулировать и контролировать иммунитет правильно, существуют определенные барьеры. Есть регуляторы, которые останавливают излишнюю иммунную реакцию. Поэтому вместо того, чтобы просто производить иммунный ответ, вы получаете иммунотолерантность. И это проблема. И мы знаем это. Антигенопрезентирующие клетки могут подавляться террегуляторными клетками, лимфоцитами. Это подавляет действие антигенопрезентирующих клеток. Не только этот момент. Существуют террегуляторные клетки, которые могут взаимодействовать с другими клетками и вызывать образование дополнительных террегуляторных клеток. Так что существует сложное взаимодействие, которое приводит к иммунотолерантности. И мы знаем, что было доказано. Существуют некоторые исследования, которые уже начинают давать на первые данные примеры ситуаций, в которых можно было модулировать иммунный ответ с помощью криохирургии. Но как это сделать правильно? Это проблема. И здесь еще одна проблема. Если CTL4, CTL4, останавливающий антиген, присутствует, он останавливает костимулирующую реакцию, которая позволяет наивным клеткам стать активными цито-тактическими клетками, развивается иммунотолерантность. И это проблема. Иммунная реакция на криохирургию на настоящий момент была в какой-то степени разочаровывающая, в основном ограничивалась рабоаторными феноменами. Затем появились и пеллюмап, и неволумап. И нам сказали, да, мы можем модулировать иммуноответ и останавливать иммунотолерантность ингибированием определенных антигенов, модулировать иммуноответ. И это очень знаменитые картинки, которые показывают, как механизм презентирования большого количества антигенов умирающих или мертвых от опухолевых клеток антигенцидирующим клеткам, надрительными клеткам, которые дальше презентируются генами. Лимфоцитам могут угнетаться при свидетельстве существования CTLA-4, антитела, которая связывается с CTLA-4, может моделировать уже этот ответ, а также существуют чьи-то опухолевые клетки антигенами PD-L1 и 2, которые также можно заблокировать. Мы можем использовать препараты, которые уже используются, но проблема стоит в том, что они дорогие и опасные. Другой легкий способ, более простой, но более сложный, это контролируемые регуляторов, используемые метрономные терапии низкими дозами из глофосфана. Онкологи, которые используют эту терапию, хорошо с ней знакомы, и это особенно хорошо помогает, если вы используете динритоклеточные вакцины, динритоклеточную модулирующую терапию. И так существуют эти новые препараты, которые заслужили Нобельскую премию в прошлом году, и это изменяет правила. Итак, если объединять все это в то, что мы сделали в рамках этого исследования, в этом международном мультицентром исследования, мы изучили возможность использования ингибиторов иммуноконтрольных точек вместе с креохирургией, вместе с циклосфамидом для иммуномоделирования террегуляторных клеток. Клосфандовался перорально после креохирургии. Ингибиторы иммуноконтрольных точек в низких дозах помещались внутрь опухоли, которая выполнялась с помощью креохирургии. Мы использовали этот метод при некоторых видах, нескольких видах опухоли, и, естественно, возрастной разброс был достаточно большим, и возраст по диагнозу был довольно большим. Мы видели, что мы занимаемся раргой печени, легких костей, пристательной железы, молчанной железы и так далее. Это довольно большой список разных опухолей. Ну, естественно, когда вы начинаете новый метод, начинаете делать новые вещи, вы пытаетесь делать то, что вы можете. В целом, вы работаете с больными в продвинутых стадиях заболевания. И надо сказать, что у этой терапии практически нет осложнений. Хотя у хирургии, конечно, иногда могут быть осложнения. Помните, например, о том, что пневматурокс – это ситуация, которую можно легко устранить. Ожоги кожи – это практически неважно, их можно легко залечить. А пертенели фистулы – это уже важно. Но пациенту было бы в любом случае, потому что у него была огромная опухоль в области таза. Здесь показано пример того, что мы сделали. Мы здесь воздействовали на узлы, опухолевые узлы при пневматуре железы. Здесь мы вводили препараты внутрь опухоли. И здесь вы видите снимки до, после и контрольные снимки. Здесь вы видите, что в некоторых очагах, которые мы не лечили, видны асокопальные эффекты. Здесь показано локалий рецидив опухоли. Здесь вы видите очаг в легком, который не присутствует здесь на контрольном снимке через 6 месяцев. Интересно отметить, что этот очаг, его лечение не проводилось. Он отсутствует с асокопальным эффектом терапии. И здесь я завершаю мою терапию следующими выводами. Мои презентации следующими выводами. Мультимодальная терапия уже с нами. Эти методы терапии можно применять безопасно. Но есть огромный простор для улучшения. Креохирургия – это превосходный активатор, позволяющий стимулировать иммуноответы. Иммуномоделирование, иммуностимуляция необходимы для снижения иммунотолерантности, которая возникает на фоне применения к рехирургии. И будущее прекрасное. И я бы хотел сказать кое-что еще. Мы начали много лет назад. В тех случаях, когда хирургическое вмешательство было невозможно. Затем в 18-19-21 веке был расцвет хирургии. Методы становились все более точными. Затем появилась роботостированная хирургия, очень технологичные методы. Это появились абляционные методы. Но перед ними у нас была лапароскопическая хирургия, работа ассистированной хирургии. И теперь перкутанные методы абляции. Вы вставляете иглы. И я надеюсь, что я никого не расстрою. Но, скорее всего, в будущем, которое уже близко, роль хирургии будет снижена настолько сильно, что хирургия практически уйдет. Будет хирургия в острых случаях. Только в острых. В травме. В ситуации, в которых нельзя сделать ничего, где нужно что-то делать сразу же, в этом случае будет проводиться хирургия. Но вся онкохирургия обречена умереть. У нас будут небольшие операции для дебалкинга, при компрессии, когда нужно что-то сделать немедленно, спасти жизнь пациента. Но абляционная терапия, мульсимодальные сочетания с химиотерапией и антителами, ингибиторами иммуноконтрольных точек, различными типами абляционной терапии, новыми усовершенствами методами криохирургии. Это все уже здесь. И эти методы полностью изменят сценарий. Вы будете свидетелями этого процесса. Мы это уже не достанем. Мы слишком старые, мы это начали. А вы доведете этот процесс до совершенства. Вопросы, пожалуйста. Какую навигацию вы используете, как правило? Обычно скан сети в реальном времени. У вас робототехника. Вы воспользуетесь роботами? Кто такие роботы? Что такое робот? Я, конечно, шучу. Ну да. Три руки. Три руки. Мы можем действовать, как роботы. Три руки. Три руки. Да, пожалуйста. Но у меня вопрос один. Как вы думаете, как можно использовать сочетание различных способов местной деструкции? Да, вы говорили о криодеструкции, говорили об абляции, о микроволновых подходах, о сочетании различных методов. Возможно, как вы думаете? Я, наверное, мог бы дать ответ на этот вопрос, но мне бы не хотелось этого делать по следующей причине. У каждого из нас есть свои предпочтения. И вы используете радиочастоты. Наверное, тогда, если вы привыкли к этому, вам будет трудно использовать микроволновые технологии или криотехнологии. Но я думаю, что в настоящий момент нет ответа на этот вопрос. На самом деле, каждая проблема имеет свой ответ, а общего ответа нет. Можно использовать частоты, микроволновые технологии. Но если вы будете все это объединять, будет проблема стоимости, потому что на самом деле у всех есть микроволновые возможности. Все могут использовать криотехнологии. Электропорация. Если вы работаете с проблемами поджелудочной железы, может быть, конечно, необратимая эктрополяция лучше. Если вы работаете с метастазами печени, тогда микроволновые технологии. Если это поражение почек, то, может быть, радиочастоты здесь важны. То есть здесь большая гибкость наблюдается и возможность работы по-разному с разными поражениями. Но, конечно, аппарат Джорджа прекрасный, совершенно экономической точки зрения он очень хорош. В принципе, конечно, криотехнология – это дорогая процедура. Вы знаете об этом. Вы знаете, абляция – это не так все просто. Нет, 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 все не так. Просто вы должны точно знать, где это делать. Все должны знать, вы должны знать, конечно, каковы физические параметры, с которыми вы работаете. Вы должны знать все преимущества и недостатки. Но, например, вот хорошая электропорация, абляция при раке поджелудочной железы, если все это вы делаете, то все это ужасно может привести к катастрофе, потому что если иглы ваши не на правильном расстоянии друг от друга, каковы будут результаты. И действительно это все очень трудно. Все, кто пытался сделать ари через легкие, не добились успеха. И это очевидно, потому что вы не можете совершенно параллельно ввести на такую большую глубину эти иглы. Это на самом деле просто кошмар для нас. Спасибо. Но вы сказали… Да, абляция, вы сказали, это сложно. Да, для меня это важно было услышать. Спасибо. Продолжение следует...